3-4, поехали. 11-я лекция. Мы с вами сегодня продолжаем рассматривать рекуррентные алгоритмы. Но начнем мы с динамики. Значит, мы динамическое программирование, в прошлый раз мы, в принципе, прошли, задели, поняли, что это такое, что это, по сути, та же рекурсия, только вид сзади. Когда мы начинаем от конечного, от крайнего случая, от начального, и развиваем, расширяем значение функции в шир. Мы с вами закончили поиском наибольшей общей подпоследовательности. Я хочу показать вам еще один алгоритм. Я его на правой доске напишу. Это наибольшая возрастающая подпоследовательность. Наибольшая возрастающая подпоследовательность. Итак, допустим, у нас есть какая-то последовательность. 1, 3, 2, 4, 5. Соответственно, у нее можно выделить, ну, что такое подпоследовательность. Я подробно объяснял. Можно выделить возрастающую подпоследовательность. И не одну, несколько есть подпоследовательностей, которые будут возрастающими. 1, 3, 5. 1, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ну, вот я покажу два варианта. В данном конкретном случае видно, что в любом случае ее длина будет 4. Вопрос, как нам решить эту задачу в общем случае. Потому что, понятное дело, что у меня может быть здесь как бы две конкурирующие. Да, там. Ну, может так получиться. И не две даже. Так, как в принципе подходить к этой задаче? Давайте сейчас параметризуем искомую функцию. То есть нам требуется длина, да, длина максимальная, возрастающая подпоследовательность. Ну, как параметризовать? От длины, от куска, не очень будет понятно, как переходить к следующей. А мы сделаем так. Заведем L, I, U. L, I, U. Это будет подпоследовательность. Это, точнее, длина. Длина, длина, наибольшая, в смысле, наидлиннейшая, длина, наибольшая, по-русски, наибольшая подпоследовательность. Заканчивающаяся. Итем элемента. Итем элемента. То есть мысл следующий. Если бы я, в принципе, шел, вот, там, так сказать, срез, да, у меня это вот, последовательность. Вот, я рассматриваю, гляду наибольшую подпоследовательность. Да, то мне не было бы понятно, каким она заканчивается. Потому что мне очень важно будет для перехода к L, I плюс первому, мне очень важно будет, мне очень важно будет, что? Понять, какой именно элемент А, И, ты, я продолжаю. Понятно? То есть, потому что, могу ли я продолжить, или не получится, так и возрастающе. Итак, я могу продолжить последовательность элементом I плюс первым. В том случае, если у меня, если у меня, соответственно, то есть я выбираю максимум, значит, я выбираю такую последовательность из этих вот, или такую длину, которая заканчивается каким-то житым элементом, где этот самый J меньше, чем I, ну, давайте я уберу здесь I плюс 1, давайте лучше напишем. L, I, T, это равно Макс, L, J, T, где J меньше, чем I. Да, то есть я рассматриваю все последовательности, заканчивающиеся этим элементом, этим, 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 точнее, не все последовательности, а все элементы, которые заканчиваются наидлиннейшее для них подпоследовательное. И при этом такие, что A, I, T у меня, ну, давайте, A, J, T, A, J, T меньше, чем A, I, T. То есть сам элемент житый, да, для которых я перебираю, он у меня сам меньше того элемента, которым я продолжаю. Тем самым я гарантирую, что у меня эта последовательность, да, вот, которая возникает при добавлении этого житого элемента, к той, которая, хотя там у них хранится, мы ее не будем запоминать, вот, но она на один элемент длинный получается. Соответственно, этому максимальной найденной длине, годящейся подпоследовательность, я добавляю просто единичку, то есть я добавил на гитый элемент, куда-то. Ясно? То есть что этот алгоритм в себя включает? Для подсчета, для нахождения очередного литого, мне требуется пробежаться и найти максимальный литый при фильтрации, да, при фильтрации, ну, глядя на значение элемента. И ты вложил. Вот, ну, давайте дело запишем. Значит, я этот список сейчас возьму вот так вот скобочки и напишу, собственно, самым элементом. Да, есть еще одно интересное пояснение. Крайний случай. Это же динамик. То есть у меня есть функция, да, литая, которую я расширяю от маленьких значений к большим. Ну, очевидно, что, в принципе, л, ну, давайте, л1, да, для первого символа, она у меня чему равна? Для длины 1. Она равна у нас 1, да. Это понятно. Вот еще раз, а это элементы как раз множества. Почему у нас условия ожидаем меньше, а это, наверное, работают? Следующий же. Это, во-первых, не множество, а последовательность. Множество неупорядочено, а последовательность упорядочена. Я для всех подпоследовательностей вот этого среза найду такую, которая заканчивается этим элементом и при этом имеет максимальную длину. Она есть и она равна, собственно, она состоит из единички, да, и l, получается, и l1 равно 1, да. Дальше. Для среза длины 2, да, у нас что получается? Максимальная длина подпоследовательности какая? 1, 3, да, то есть сама подпоследовательность 3, а l2 равно 2. Для этой у меня что получается? Подпоследовательности заканчивающейся двойкой. Я ищу, что? Спрашиваю, вот здесь вот единичка, да, l1, l2 равно 2. Но я не могу взять l2 равно 2, да, потому что что? Потому что у меня тройка больше двойки. Вот эта фильтрация крайне необходима. Не только то, что у меня элементы более ранние я просматриваю на максимальность, а еще и то, что в принципе я двойкой могу продолжить, а последовательность заканчивающейся тройкой я двойкой продолжить не могу. Поэтому мне и приходится фильтровать, просматривать на значение элемента. Именно поэтому и важно, что этим элементом она заканчивается. То есть она включает элемент, который рассматривается. А теперь... Да, если какие условия под максимум не выполняются? А, вот именно. Может так случиться, что у меня, например, рассматривается такая убывающаяся... То есть и здесь у меня не выполняется, и здесь не выполняется, и здесь не выполняется. Нужен какой-то более универсальный крайний случай. Лучше, чем тот, который вот это и формирует. А решается проще. Еще проще. Надо просто сделать так, чтобы этот максимум... Если у нас не подходит никто, то есть нет таких элементов, да, то этот максимум должен равняться нулю. В этом случае для L1... Это, кстати, автоматически возникнет. Для L1 у нас как раз... Линей элементов нету? Нет. Максимум равен нулю, нулю прибавляем идиничку. Значит, у нас за счет этого автоматически решается вопрос крайнего случая. Вот так что... То есть если мы встречаем элементы, которые не подходят, мы обнуляем... Если мы встречаем элемент, для которого слева нет элементов, которые меньше его... А для самого первого элемента, с индексом 0, это тоже выполняется. Лиды у него нет элементов вообще. Ну, в частности, и тех, которые меньше него. Понятно, да? Простите, пожалуйста. Итак. Короче. Давайте я поделал. Значит, комментарии. Поехали. Пишем. Что я делаю? Я запускаю цикл расчета фора. Фора. Фор. И его при помощи И расширяя. Вот эти, рассчитывая эти ИИ в диапазоне каком? Ну, начиная от... В данном случае мне будет удобно этим И пробегать от нуля. От нуля. Ну и договориться, что у меня как бы я буду Л нулевой. Просто тут номер элемента мне прям вот сразу готов. Понятно, да? Понятно? То есть я чуть-чуть смещу индексы фактически, да? То есть Л из длины 1. Да, у меня он будет получаться очередным там. Да, я забыл. Я сотворил комментарий. Мне нужно заготовить, собственно, эту функцию Л, которую я буду рассчитывать. Заготовлю ее. Вот это вот Л. Я большую, как я заведу. Значит, я заготовлю туда кого-то. Такой Тинаны. Неизвестная мне длина. Какой-то штук надо. Их надо штук, соответственно, длины этой последовательности на Лен. Так. Окей, да? Все правильно. 0, 1, 2, 3, 4. Да, правильно. Все правильно. Соответственно, for a. In range. Ну, я не знаю. Давайте назову n равен 0, а, чтобы не было так. Каждый раз вспоминание ему. In range n. In range n. То есть, от 0 до 0 выключительно. И каждый раз я ищу максимум. Каждый раз я ищу максимум. Где я его буду хранить? А давайте, кстати, заменим эти нано для 0. Чтобы первый же мах... То есть, если вдруг ни один не сможет быть его кандидатом, то там 0 останется. Понимаете? У меня все эти длины, они, натуральные числа, больше 0. То есть, если встретится хотя бы одна последовательность, хоть один элемент, то у него будет уже один. Но он заметит этот 0. Так что идеально. Туда просто нужно нолики расставить. Это и будут временные максимумы. Понятно? Которые, если что, останутся как раз для того, чтобы обновляться. Что я буду... А, хотя... Да, надо. Надо. Изначальное состояние должно быть 0. Так. Теперь, что я делаю? Я пробегаю при помощи G в диапазоне, не включая I. То есть, у меня получается in range и от 0, и не включительный. И что я делаю? Я говорю, если у меня... Давайте что проверим вначале. Ну, вот это выполняется автоматически по диапазону пробега. То есть, мне нужно проверить вот это, и я еще и сравниваю с максимальным. Давайте вначале фильтрацию. Значит, если, во-первых, A, A, G, T, меньше, чем A, I, T, то есть, можно A, I, T, можно продолжить возрастающую последовательность. И при этом, и при этом, я вот так вот в скобки возьму, чтобы продолжить. И давайте, ладно, садусь, правда? И при этом, у нас A, G, T, больше, чем A, I, T, в этом случае, запомните, A, I, T равно A, G, T. То есть, я прямо на месте, прямо A, I, T, нашел максимальный. Ну, не забыть, потом сделать плюс 1. Естественно, что плюс 1 я делаю по окончании первого цикла входа. То есть, я говорю, A, I, T плюс равно 1. Вот отсюда из нуля, если остался 0, то будет 1. Вот. Ну и все. И в результате вот этого дела, да, ну, я сейчас не оформлял это как функцию, да, давайте напечатать, это принт этого самого L последнего, да, тот, который у меня для полной последовательности, заканчивающийся элементом с индексом 4, да. У меня в данном случае получается L, L минус 1, ну, или просто минус 1 последний. Это будет у меня длина наиболее... А, шучу. Неправда. Это будет длина наибольшей возрастающей подпоследовательности, с заканчивающейся последним элементом. Но вполне не факт, что это так. Ну, например, вот у меня здесь... Давайте сейчас я его... Я не посмотрю, просто отслужу. Так, 7, 3, 2, 4, 5. Да, а в конце еще какая-нибудь там, не знаю, 1. Подпоследовательность заканчивающаяся единичка имеет длину 1, а максимальная имеет, как минимум, ну, 3, 4, 5 или 3, или 2, 4, 5, да. Она имеет 3. А? Из максимума максимума. То есть мне нужно из этого L найти максимум. Ну, я воспользуюсь этой функцией, которая работает в питоне и для списка, поскольку вы уже умеете и так максимуму искать. Пожалуйста, выберите. Я не имею право пользоваться, раз я умею искать максимум и сам. Понятно? Вот. Вот теперь, да, теперь я действительно нашел наибольшего, наносающего последовательность. Вспомнили динамику? Помню. Однако есть такие случаи, когда динамическое программирование, ну, не очень удобно. И рекурсия все-таки удобна. Вы помните прекрасно факториал, ой, не факториал, числа Фибоначчи, на которых я показал, как плохая. И вы помните, что там возникало целое дерево вот такое вот. А сейчас мы наоборот порадуемся этому дереву. Тема генерация комбинаторных объектов. Комбинаторных объектов. Итак, давайте начнем с генерации всех слов из букв А, О, У. Вот, допустим, у нас есть вот такие вот буквы. Я хочу генерировать список слов из, допустим, четырех букв, при этом всех вариантов перебрать, да еще и упорядочить все эти слова в алфавитном порядке. Кто сдавал ЕГЭ по информатике, встречал подобные задачки, знает, как это решается. Они решаются через, там, систему исчисления. Вот, ну, смысл в чем, что у меня эти четырехбуквенные слова, они будут выглядеть как-то вот так. А, 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 О, А, АА, А, 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 У. Потом, что у нас получается. А, А, О, А, 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 АА, А, 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 А. и понятное дело, и так дальше. При этом я догадываюсь, что глобально в этом списке вначале будут идти слова начинающиеся на А, потом начинающиеся на О, а потом начинающиеся на У. Логично, да? А сам механизм перебора трехбуквенных слов, он в принципе сродный и похожий. Давайте сразу напишем собственно этот механизм и будем возлагать подзадачу на другую функцию. Причем мне понадобится делать как? Мне понадобится тащить, я немножко обобщу эту задачу. Я буду тащить с собой префикс, потому что функция, которая распечатывает все слова на букву А, она должна будет сообщить той функции, которая будет продолжать ее замечательное дело, она говорит, ты напечатаешь все слова, продолжающиеся, начинающиеся с буквы А, трехбуквенные слова из АО. Потом он будет обратиться к ней, напиши все слова, то есть писать слова она сама не будет, она только делегирует это дело. Понятно? Итак, поехали. Я назову эту функцию Generate. Значит, и еще раз подсказываю, она... А, первым параметром она будет иметь собственно длину последовательности, которую требуется сгенерировать. Это будет у меня N. Ну и собственно этот самый префикс. По умолчанию этот префикс будет брать в пустой строке. То есть если вызвали функцию просто, так вот, пустой строк. Итак, что мы сделаем? Первое, не забываем про крайний случай. Если у меня требуемая длина равна N, то это будет у меня как раз мышка, и она будет делать всю работу. Если больше генерировать, ничего не надо. Не надо перебирать них. То надо тупо напечатать префикс. Потому что переборок, потому что на ней все. Префикс есть, а генерировать ничего не надо. Распечатать. А вот если нет, тогда запускайте рекуррентный случай. Что я делаю? Я говорю, функции G-Rey, генерировать и напечатать мне, пожалуйста, слова, имеющие длину N-1. При этом к моему префиксу, который мне дали, не забудь добавить буковку A. Когда эта функция завершится, и будут напечатаны все слова, начинающиеся на букву A. Я говорю, так, отлично. А теперь, пожалуйста, дорогая дженерей, напечатай мне все функции, все слова длины N-1. Единичку меньше, чем мне. Это надо сделать. Но префикс мой, но продолжающийся одной буковкой U. Чуть-чуть подлиннее префикс. И в третий раз говорю, и сгенерирую мне, и напечатаю соответственно префиксом, но продолжающейся буковкой U. Собственно, все. Что у нас получается? У нас получается из изначального вызова 3 от вызова. И здесь у нас префиксы возросли. Если здесь он был пустой, то здесь префикс стал буковкой A, здесь O, здесь U. Это я вширь рисую дерево, собственно, рекурсии, дерево расходительное. Тот вызов пункти G-Rate, где префикс равнялся A, а длина стала меньше для единичку, длина стала равна 3, он делает 3 подвызова, и у него там A-A, A-O, и A-U, да, префиксы. Соответственно, например, какой-нибудь вот этот A-A, да, он делает дальше подвызов, три вызова, в которых, получается, префиксы А-A-A, А-A-O, и А-A-U. И вот, например, вот эта, да, она делает еще три вызова, при этом N уже до нуля, уменьшился, да, оставшимся больше ноль, да, у нас префиксы стали равны А-А-А-А, да, А-А-А-О, и А-А-А-У. При этом N равна нулю уже на этом уровне. Соответственно, эти функции являются крайними случаями, и в последовательности, в которых они вычисляются, они будут эти слова выводить на экран, напечатать. Понятно? Поэтому у меня получится вот эти слова напечатаны именно в этой последовательности. Понятно? последовательность задается вот ну, естественно, вы уже владеете циклами, да, и грехами не воспользоваться. Да, я могу, естественно, сделать очень просто. Я могу взять и вот запустить эту штуку в цикле. Правда? То есть я могу вместо того, чтобы, ну, да, еще один момент я сделал, я, чтобы мне не переписывать это дело со сдвигами, я вот тут делаю return, return, ничего, return none, функция ничего не возвращает, просто return. А вот здесь я как раз делаю for, и этот день будет для цикла. Итак, что мне получается? for, ну, как мне назвать этот символ, давайте и все для цикла. for, x, in и даю список a, o, o, i. Все. Красота. Надо больше, можно больше написать, насколько букв там будет участвовать. Пожалуйста. Хочу, чтобы это были какие-нибудь числа, ну, чтобы в чистом виде у меня система счисления, перебор, цифр систем счисления. Ну, правда, тогда вот это вот плюс будет срабатывать плохо, потому что плюс работает с типом str, конкатенация строк есть, да? Я сейчас быстро стираю и дописываю, где у вас как-то это получается отобразить в тетради. Я еще хочу стирание сделать. Давайте сделаем это генерацией списка чисел в соответствующей системе счисления. Да? Но числа это числа, да? Значит, мне нужно сделать, чтобы префикс у меня был списком. Тогда конкатенация списка будет работать, правда, тогда у меня я стираю и описываю. Значит, префикс это список, да? И я говорю for x in ну и тут пишу range какая система числений готова? Давайте им что-нибудь в том числении. 4 по этому основанию системы числений. Да, и конкатенация в списку она должна список туда. Мне нужно этот x добавляем цифру числа в квадрат на скобку. Ну а при распечатке этого префекса чтобы не было лишних квадратных скобок запятых я сделаю принт звездочком префекса. Ну мы почти готовы к следующему шагу. следующий шаг это генерация всех перестановок. то есть у нас есть n чисел нам нужно эти перестановки с генериров в алфавитном порядке. Он же называется лексикографический. А, кстати, я вам тут кое-что не рассказал. Вашим товарищам рассказал обо мне. Дело в том, что наибольшая возрастающая подпоследовательность может быть найдена через наибольшую общую. возьмем а отсортируем рядышком положим так я сделаю b который равен сорта а а дальше я говорю что наибольшая возрастающая подпоследовательность равна длине длине наибольшей общей подпоследовательности а и отсортированного а правда можно сказать а если там есть повторяющиеся элементы например вот так да у меня получается что 2 2 5 тоже в этом случае засчитает потому что отсортировано будет ну ответ такой можно здесь выкинуть повторно входящие элементы а как именно это сделать тоже можно рассказать для этого достаточно сделать из а множество а из множества обратно сделать список лист от сет от а ну зато в одну строку длинную но в одну строку сет выбросит дубликаты потому что в множестве все элементы входит только по одной штуке а лист превратить его обратно в список потому что только список можно сортировать множество не имеет порядка для этого сортировать его нельзя вот а b выдаст нам ну собственно будет хранить для поиска ну дальше запускаю этот lcs который будет так ладно ну что я хотел а я хотел сейчас запустить генерацию всех перестанов перестанов я даже не знаю я ее там наверное сделаю генерация всех перестанов в этом случае я не могу продолжать не могу продолжать не могу всякой цифры всяким числом ну понятно что x это необязательная цифра это может быть число оно может быть больше 10 11 12 и так далее просто они будут генерироваться значит в этом случае мне нужно проверять вот например 1 1 1 1 да не годится да 1 2 3 ой прошу прощения 1 1 1 2 не годится да не годится я могу это конечно делать в самом конце то есть перебирать все а в самом конце перед распечаткой проверяем а нет у меня случайно дубликат но лучше если бы я отсекал сразу то есть еще в процессе когда я ставлю под задачу и говорю перебирай пожалуйста все продолжающиеся числа в которых у нас число 1 чтобы я сразу проверил что этот x отсутствует в префиксе потому что его там нет так еще один момент я не буду уменьшать этот n при вызовах ну и давайте вот это собственно я соберу немножко чтобы было начистое потому что это уже не для системы числения это генерация всех перестановок генерация всевозможных перестановок н числа итак сейчас секундочку так крайний случай поменяется generate n префикс квадратной скотки пока что все здесь у нас будут числа давайте от единицы не от нуля можно было бы от нуля числа будут от единицы 0m так крайний случай поскольку я не собираюсь уменьшать число n то есть не так что у меня вот эти цифры последние они могут быть только из двух один два а последние только один мне это не устроит то есть мне нужно n хранить до самого конца я конечно мог бы ввести рядышком еще одну переменную которая бы означала количество оставшихся цифр но мне это не надо потому что когда я достигну n у меня префикс как раз станет равным длине n и длина префикс станет равна n понятно то есть сам префикс он будет уже содержать n чисел значит это как раз что и так если у меня длина префикса уже равна n это значит что пора печатать и опять же я буду сейчас распечатывать звездочка префикса то есть я его распечатываю выворачиваю его в параметры функции так чтобы он печатался через пробел 10 квадратов ну и давайте сразу префик и выше дальше рекуррентный случай что я делаю что я делаю я запускаю цикл вариантов вариантов продолжения for x in range начиная от единицы до n включительно и что я говорю если если у меня x not in prefix это на питоне так можно not in это же самое что not x in prefix а in это операция поиска по списку она дорогостоящая она требует просмотра всего списка проверки всех элементов она долго для списка выполняется я мог бы сам написать через цикл for пробегание всех элементов префикса и так но я не буду этого делать так вот x not in prefix в этом случае я вызываю при этом я замечу что сам префикс не меняется я создаю новый список дополненный x для передачи нот почему мне важно не поменять префикс текущий потому что следующий вариант продолжения этого куска гейлированной перестановки буду продолжать мне нужно чтобы префикс оставался старый ну как вариант я могу вот здесь вот сделать префикс .ipend x а потом префикс pop и удалить оттуда добавленный элемент чтобы на следующей итерации приделать работу вот это чуть-чуть сэкономило памяти но сейчас это не принципиально на все вот этот весь алгоритм он вот записывается буквально 7 строк алгоритм перебора всех перестановок этих объектов выглядит страшно ну не то что совсем на понятие здесь он очень понятен если пытаться писать нерегулируем тогда у него строк и так 20 вот и он нетривиальный вот а на этом давайте сделать их есть две а регулярные сортируют первый вариант это регулярные сортировки первый вариант это быстрая сортировка хоара ну или просто мы пишем сортировка хоара ее асинтотика а да особенность сортирующее действие выполняется на прямом ходу рекурсии на прямом ходу рекурсии то есть мы вначале подсортировываем а потом спускаем рекурсию вторая сортировка это сортировка слияния ее сортирующее действие выполняется на обратном ходу рекурсии на обратном ходу рекурсии вот асинтотика быстрой сортировки хоара от n квадрата вы скажете почему же она быстрая почему же она быстрая если это пузырёк если это выбор если это вставки это классическая сортировка асинтотика она быстрая потому что есть худшая асинтотика о гарантирующая асинтотика гарантирует она за n квадрат но есть вероятность для средней выборки для среднестатистического случая так вот для средней выборки асинтотика n логарифм по основанию 2 от n сортировка слияния в отличии от сортировки хоара она гарантированно быстрая то есть n логарифм по основанию 2 от всегда с чем так за сортировку актуара он хорошеват но в некоторых случаях она быстрее работает нет а ее эффект она не быстрее работает но она не требует не обязательно требует дополнительной памяти то есть возможно сортировка она есть ну или давайте так напишем возможно реализация сокок от единицы памяти дополнительной памяти потому что понятно что на хранение массива и так надо но дополнительно можно ничего не иметь памяти а сортировка слиянием она требует обязательно требует дополнительной памяти пропорциональной исходному массиву собственно копия массива нужна под хранение рядом всего массива понятно ну вот поэтому быстро она вполне себе ну кроме того опять же средний случай очень даже то же самое да то есть это еще поди встреть этот случай в реальной жизни м квадрат итак давайте с вами вспомним наших прапорщиков которые сортировали строй солдат вот допустим у нас есть строй солдат чуть чуть значит как будет происходить сортировка сортировка плана давайте схватим какого-нибудь ну сейчас я открою не очень удачно получилось давайте его понесем немножко схватим первого попавшегося солдата и скажем все кто ниже его пошли левее все кто выше его пошли правее а все кто равны ему рядом с ним в общую кучу понятно то есть у меня возникает сейчас что три кучи ну в принципе была раскладка на кучки но сейчас что-то подобное мы заготовим L, M и R три кучи и в них будет просто тупо их закидывать в данном конкретном случае у меня вот этот товарищ он равен вот этому я хочу вам специально равен вот этому да значит получается что у нас вот этот товарищ отправляется в middle кучку этот справа давайте этого товарища да я его хотел покрасить есть желтый белый назовем этого товарища барьерный элемент барьерный элемент барьер барьер соответственно еще раз говорю меньше больше ну посередине мальчики налево значит давайте с вами посмотрим что у нас будет после этого сортирующего действия а кстати сортирующее действие оно однопрокрут то есть я пробежался по всем остальным один раз посмотрел и распихал вот это сортирующее действие можно реализовывать на месте в том же самом оси есть механизм как это делать я это делать не буду значит что я хочу я хочу этого товарища поставить я как на скидку сразу гляну вот эти двое окажутся слева еще и в правильном порядке что по счастливой случайности дальше барьерный его товарищ и его товарищ и рядом эти два товарища ну у меня так получилось что они все собственно и встали в возрастающем порядке но это фигня на самом деле не так да на самом деле не так потому что те кто справа и те кто слева вполне могли оказаться в противоположном порядке вполне могли оказаться в противоположном порядке неправильно да и эти то же самое могли оказаться в противоположном порядке или будущее ну давайте поменять то есть у меня L сортировать не надо там все понятно что они и так и есть а вот L и R еще требуют сортировки. Как я их буду сортировать? Тем же способом. Выбор барьерного элемента и налево, направо, посреди. Ясно? То есть мне потребуется две дополнительные сортировки для сортировки левой и правой части. Сортировка слияния. Сортировка слияния. В этом случае в этом случае я размечтаю вот у меня исходные солдаты исходные солдаты я говорю, а если бы кто-то за меня уже вот я взял и разбил напополам это левые, это правые просто тупо посередине ну если с точностью до нечетности там, ну примерно посередине на единичку чуть-чуть неровно я говорю кто-нибудь отсортируйте за меня левую и правую половину то есть чтобы у меня эти товарищи стояли по возрастанию и эти товарищи тоже стояли по возрастанию а тогда я что сделаю я буду брать ну я сейчас тупо сделаю сразу этих стоящих по возрастанию и этих тоже вот за меня это сделал кто? она собственно и сделала эта же сортировка она же и сделала размечтаясь что она уже отсортировала а теперь я занимаюсь чем? слиянием двух отсортированных список между прочим в ЕГЭ в требованиях в ЕГЭ по информатике написано что школьник должен это уметь делать сливать два уже отсортированных массива в один отсортированных массив это делается за один правой я беру себе два счетчика И которые указывают мне на позицию в Э Ж указывающий на позицию в Э во втором и К который будет мне указывать на результирующую позицию в итоговом массиве куда я это делал собираю собственно под него то памяти нужно что я делаю если у меня этот элемент И оказался меньше чем Ж то я его ставлю на К позицию и что делаю увеличиваю И и одновременно с этим если я этого товарища сюда поставил значит он откуда уже ушел сюда и я должен К по-любому И увеличить этого в этом строю я считаю что нет я не буду его реально удалять но считаю что он сюда ушел ясно дальше из оставшихся вот этого и вот этого смотрю кто из вас ниже ага ты ниже значит ты отправляешься на К на К позицию ты из строя отсюда выбываешь как этот сюда и у меня соответственно Ж указывает на следующую позицию и К у меня тоже счетчик сместился куда я буду ставить следующую ясно то есть я беру вот так и оттуда оттуда всегда меньшего из двух я сюда складываю очередным да но есть правда маленькое но дело в том что в конце вполне возможно давайте я этот список чуть-чуть сделаю пониже возрастаем но пойду так чтобы все эти товарищи были ниже вот этого и получилось что когда я сравнивал вот этого и вот этого я вот этого взял у меня все вот эти уже вот там стоят а тут еще целых 2 осталось 3 10 может быть ну понятно что надо сделать надо остаток этого списка тупо приклеить в конец то есть тупо положить его на последней позиции понятно вот то есть это доливание в конце оно трехнулось итак поехали давайте напишем обе сортировки сортировка хуар д хуар фор значит я буду реализовывать сортировку не на месте и она будет возвращать сортирован массив то есть как функция сортировки а а она менять не будет соответственно что я делаю я сейчас из а вытащу что элементы я буду вытащивать я делаю l я делаю m я делаю r мне надо определиться с выбором а ребята я кое-что забыл я забыл про мышку крайний случай забыл сотрите или сочерпите первое если мне дали сортировать массив длины меньше либо равно 1 то вернуть его в качестве так ну если придраться чтобы это был новый список не тот же самый не не был ссылки на него срез полный его должен ну в смысле то же самое так значит все я не буду писать else это уже рекуррентный случай итак l ну давайте я так напишу l равно m равно r равно кустой скобке писать нельзя почему почему так нельзя написать потому что это будет ссылками на один и тот же список а мне надо чтобы это реально было три разных списка поэтому я все таки и делаю как я напишу l так точка с запятой m равно значит его точку с запятой сейчас использую потому что я хочу в одной штрафе это написать чтобы не изменить место оставить а так будет дальше мне надо определиться с барьерным элементом а давайте барьерным элементом у меня сейчас будет собственно a0 вот первый попался вот я его и беру за шкепку а теперь а теперь я все элементы да включая собственно a0 буду расплавивать по кучкам потому что я значение барьерного элемента скопировал а теперь что я делаю я для каждого элемента x из a for x in a а перебираю а что я говорю если у меня элемент меньше чем барьер в этом случае его отправить в l или fn x затем иначе если у меня x больше чем в о прошу прощения или x больше чем в l то r fn x а если ни влево ни вправо то очевидно что он равен а иначе m n x сортирующее действие выполнено что осталось осталось отсортировать при помощи сортировки хуара l и r да склеить все три списка в правильном порядке вначале левый отсортированный потом средний правильный отсортированный и вернуть это можно сделать в одну строчку я говорю вернуть там катинацию трех списков вернуть хуар сортируем в смысле хуар сортируем отсортированный хуаром l с приклеенным с правильным списком равным барьерному с приклеенным к нему справа списком отсортированных отсортированным списком правых элементов это очень простая топорная топорная реализация сортировка хуара требует лишней памяти но симптом у нее правильная идея вся правильная это она единственное что у этой реализации сортировки фара хромает это как она будет сортировать уже упорядоченный массив помните сортировку дурака как сортировка дурака сортирует уже упорядоченный список она пробегает слева направо ни одной перестановки не случилось праздник да то есть она вообще линейно срабатывает на этом случае а как где поступит сортировка она выберет этого товарища в качестве барьерного элемента в левую ручку не попадет никто в правую ручку попадут все остальные да и она что но для того для того чтобы проверить что они попадут в правую ручку она каждого с ним сравнит да то есть у меня n-1 сравнение а размер подзадачи у меня уменьшился на сколько на 1 то есть у меня что-то наподобие пузырька потом этого товарища берут говорю так ты барьерный элемент сравниваем у нас уже возрастающий массив уже или убывающий для данной реализации является плохим выбор барьерного элемента в идеале должен быть медианой но как угадать медиана это что такое это элемент который находился бы посередине массива если бы он был отсортирован да но вот так быстрого способа найти медиану нет за линейное время не ну есть но там куча памяти надо это нетривиальная задача на самом деле вот поэтому вместо того чтобы искать медиану можно тупо сказать ну давайте реально случайно не нулевой не первый пропавшийся случайно то есть я могу при помощи функции из модуля ну естественно там звучит где-то импорт random random точка choice это такая функция которая выбирает из массива случайный элемент наугад раз значение вытянуть карту все отсортировку фара мы написали полностью def merge sort то же самое она будет возвращать сортированный ну и то же самое крайний случай сразу напишу чтоб не забыть если длина сортируемого массива меньше лимбровной юночки то тупо им повернуть ну разве что может быть срез от него чтобы сгенерировать новый список не возвращать ссылку на то же самое теперь что я делаю все я вот здесь нахожусь уже в рекуе в случае return не случился значит итак никакого парьерного элемента тупо бьем посередине где эта середина лен а пополам на целом с отбрасыванием остаток значит мне надо сделать сейчас левую половину отсортированной 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 кто сортировать и будет значит л равно тому что вернет мне марш сорт если я дам ему массив а срез значит списка а срез списка а от начала до лен а пополам пополам так все мечта сбыловую ну если я вернулся вот сюда значит у меня уже l это отсортированный при помощи марш сорта массив пока что я не написал но когда я напишу это будет работать r равно тоже отсортированный при помощи марш сорта сорта срез а только теперь начиная с элемента пен а пополам включить и до конца все у меня есть две отсортированные половины левая и правая что мне требуется сделать вернуть их слияние а я так и напишу return merge a . оба все ну все не все потому что функция merge которую я там рассказал ее нужно реализовать она простая она линейная делает за линейное время a и r здесь если там могло оказаться то что l пустой r содержит почти все элементы то тут они всегда сбалансировано пополам бьются за счет этого задача всегда упрощается в два раза да и этих уровней собственно получается логарифт поставить 2 вот n а операция каждый раз n давайте напишем функцию merge необходимую для ну можно было ее отдельно не оформлять но она ничего оформлять чтобы подчеркнуть простоту самой сортировки да и вот ну то что она пользуется отдельным алгоритмом который в принципе мог бы быть ценен независим merge a b тут я их назову а и b можно вопрос а не выдаст ошибку когда мы используем как бы функцию merge мы ее описали то есть как бы хороший вопрос ваши предшественники вам в четверг тоже ее задали этот вопрос выдаст конечно но дело в том что я если я вот тут вызову функцию merge sort вот тут то к моменту вызова merge sort функция merge уже определена то есть он не компилирует поэтому он не будет выяснять есть merge и нет когда он запоминает текст функции самое главное чтобы к моменту вызова функции все используемые в ней функции были определены а мне с точки зрения последовательности описаний удобно писать от вызывающих к вызываемым это правильно с точки зрения проектирования сверху вниз помните я рассказывал структурное программирование да здесь в начале я пользуюсь функцией а потом уже я описываю но почему бы так и так расположить так поехали def merge a,b что я делаю у меня нужно завести три счетчика ну в данном как и в этом случае я имею полное право сделать i, j, h равно 0 потому что int не изменяемый тип все равно плюс равно 0 меняться так вот в данном случае значит что мне нужно завести массив куда я буду складывать результат да давайте я его назову c и я его сделаю заранее да состоящим из ну неважно чему сейчас да из там нано да а длина его должна быть суммарной длиной a и b теперь поехали я запускаю цикл while до каких пор я буду продолжать ну очевидно пока у меня i и j не исчерпают весь список это свой а и b соответственно что у меня получается пока i меньше чем len a и m g меньше чем б и то есть они нормальные реальные и c что я делаю это если у меня а и и меньше чем b g значит а и как раз и надо пихать в цель правильно то то c я клону а и как лучшего кандидата и и и увеличиваю i и плюс равно 1 ну понятное дело что k плюс равно 1 тоже точка с запятой k плюс равно 1 то что в этот элемент я уже положил иначе ну иначе b и else 2 точек b о прошу а в c карты равно b g тысяч в этом случае мне нужно увеличить g на единичку плюс как плюс равно 1 точка как плюс равно если бы у меня было место я бы написал ниже листочек с запятыми просто по отдельной строчке ну уж я обещаюсь как могу что мне осталось сделать к моменту когда я завершу вот этот файл у меня один из списков исчерпался но второй остался то есть мне нужно вернуть из функции merge список c но при этом у него в последних элементах должны быть сейчас доклеены нужные доклеены перезаписаны там надо ли мне сейчас прижать перезаписан туда но я мог бы его пустым завести и аппендить в конец ну я бы более классический это сделал заранее итак давайте вот что делаем поскольку у меня у а и у б можно сделать срез начиная с и а у б срез начиная с и один из этих срезов обязательно пуст потому что иначе в секунде не завершился то я эти два среза могу тупо приклеить один к другому неважно в каком порядке один из них пуст он просто не сыграет да и это получится как раз тот остаток из тех элементов которые нужны правильно в какие позиции надо класть начиная с к и до конца поэтому я и говорю в список с начиная с к и позиции и до конца положить кого сумму срезов а начиная с и той позиции до конца если вдруг и уже равен лен а а вы помните срез не выдает ошибки срез двумя параметами не выдает ошибки он просто вернет шуму в пустой среде если именно а захочется так плюс б начиная от ж до конца он как раз и содержит все оставшиеся элементы ну либо там вот 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 в итоге я цепь подготовил к возврату путем цепь все теперь мы сделаем обе быстрые сортирувки я последнее что хочу сказать я сегодня что мои реализации быстрой сортировки нет быстрой сортировки кажется все удачно сейчас я проверю для реализации быстрой сортировки да все хорошо а вот сортировка слиянием сейчас грешит кое в чем дело в том что все 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 сортировки делятся на устойчивые и не устойчивые мы пока что не озадачивались тем что у нас два солдата одинаковой высоты могут быть разными солдатами пока мы сортируем числа пока мы сортируем слова да у нас сами ключи то есть то почему мы сравниваем элемент да оно у нас и является единственным атрибутом элемента то есть больше у него свойств никаких а у реального солдата кроме роста вообще то есть имя физиономия гены да то есть он что то из себя представляет то есть у него кроме сортируемого значения есть еще что то соответственно есть такие сортировки в которых те элементы которые уже стоят в правильном порядке да то есть равные элементы равные элементы они уже стоят в каком-то порядке так вот их порядок не должен поменяться в процессе стартировки понимаете понимаете вот это сортировка называется устойчивой есть сортировки неустойчивые вот моя реализация в данный момент является неустойчивой и одним взмарком я сейчас могу сделать ее устойчивой а еще раз да именно вот тут дело в том что я при равенстве с левой справа элемент я выбираю правый в начале а потом левый понятно то есть у меня здесь все как бы именно перепутывается но это такой полусознательный жест такой да специальный я для упоминания об устойчивости я здесь написал а если я буду предпочитать левый ставить в начале при равных элементах то тогда сортировка станет устойчивой тогда не будет ее порядочных элементов которые стоят и так в программе вот сортировка фуара она в некоторых реализациях удобных с точки зрения о дополнительной памяти она как раз неустойчива а реализация устойчивой и быстрой сортировки сотой единицы дополнительной памяти представляет из себя маленькое упражнение которое не очень то просто реализовано ясно вот ну что значит еще раз я вам привел реализация этих функций для возвращающих то есть они не на месте сортируют да ну вот у вас соответственно получается какие темы сегодня потенциально будут в контесте это генерация комбинаторных объектов тех или иных кстати я не сказал еще одну вещь которая очень даже может быть такая задачка у меня валялась я ее хотел бы может быть применить генерация всех подмножеств данного множества представьте себе что у вас есть множество которые Вася Петя Миша Жора Вася Петя Миша Георгий значит соответственно требуется выбрать все возможные подмножества данного множества включая пустое включая полное как я это сделаю ну вот есть такой механизм видно сгенерировать их все так вот смотри значит Миша Вася Петя Георгий что я делаю я буду генерировать все двоичные числа от ноликов до единичек соответственно у меня будут возникать все варианты вот такие один ноль 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 один один и так далее до всех единичек ноль будет значить что этот человек не включен единичка что включен соответственно где все нули это пустое множество это множество понятно в математике исходя из этого кстати говорят что мощность множества всех подмножеств равна 2 в 7 n где n мощность исходного да исходя из этого они есть такая терема что мощность множеств всех она превышает равномочность исходного множества и это верно в том числе для бесконечно верных ноль то есть два в степени натуральных чисел оно имеет другую уже несчетную неравномочную множество на это не компетент но данная задача генерация всех подмножеств данного она вполне она делается рекуррент хотя можно переводить число двоичную систему числения соответствующей битности выбирать ну все на этом спасибо большое за внимание аплодисменты аплодисменты за внимание есть это это в